Притчи Иисуса. Вообще, притчи Иисуса, читая, мы видим картину, удивительную картину Божьего Царства. И вот одна из самых таких, она и трагичных, и удивительных притч, это как раз о винограднике. Матфея, 21 глава, 33 стиха. Пожалуйста, прочтите. Выслушайте притчу другого. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник. Обнес его ограду, выкопал в нем точила, построил башню и отдав его виноградарам, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарам взять свои плоды. Виноградаре, спатьив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего. И с ними поступили так же. Наконец послал он в них своего сына, говоря, подгодятся сына моего. Но виноградаре, увидев сына, сказали друг другу, это наследие, пойдем убьем его, и завладеем наследством его. И сходили его, выбили водки из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарами? Говорят им, что, садея всех, предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена своей. Иисус говорит, неужели вы никогда не читали в Писании? Да, 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 мне кажется, главы. В Писании камень, который отвергли строителей, тот самый сделается главой угла. Это от Господа и есть, ведь именно очах наших, потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды ему. И тот, кто упадет, на этот камень разобьется наш, и на кого он упадет, того раздавит. И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них и говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за природом. Да, вот одна из таких трагичных, конечно, притч. И, конечно, Иисус здесь вышел на прямой конфликт с религиозной мафиозной системой. Потому что он заявил в этой притче однозначно, там уже, ну, не понять было невозможно, там уже дорого было ясно, о чем идет речь. И думаю, не только религиозники это поняли, это поняли и политики, это поняли и простые люди многие, я думаю, это поняли. Ну, не во всем объеме, конечно, но, что действительно, когда Иисус здесь говорит о слугах, да, там было понятно, и тогдашним слушателям, а нам уж подавно, что идет речь о пророках, которых Бог посылал, мы читаем об этом в Ветхом Завете, которые говорили к народу, и, как говорится, работа пророка такая неблагодарная по-человечески. Большей частью ничего, кроме проблем, они себе никакой выгоды не имели с этого, наоборот, страдали. В отличие от лже-пророков. Лже-пророки всегда, они пользуются спросом, и они устраивают свою жизнь, вот, поэтому до сих пор, уже 21-е столетие, но пророческое служение одно из самых неблагодарных, и в церкви даже, вот, в современной церкви, да, фактически нет пророков, если честно. Ложить урок на сердце. Значит, единичные случаи знаю, вот, изучая современное христианство, единичные случаи знаю, такого вот, отклика человека на пророческое призвание. К апостольскому даже призвание люди более, как бы, открыты, к пастовскому, очень хорошо открыты многие, слава Богу. К учительскому, но больше, вот, пастыря и учителя, евангелисты, да, но пророческое служение, оно из этого всего списка, пятигранного, как мы говорим, служения, да, оно самое неблагодарное и самое опасное. Человек выходит просто-напросто на такую передовую, как молот в руках Бога вообще. И, фу, это, конечно, то, что Иисус рассказал, ведь всех пророков, на самом деле, там, вот, мы читаем, да, как с ними обходились и аресты, и убийства, и, но снова это звучало. Но дальше Иисус сказал, что сына послал хозяин. И это, опять-таки, для нас указание на самого Иисуса, да. Вот Никодим, вспоминаем, да, в третьей главе Иоанна, он пришел, когда к Иисусу ночью, некоторые считают, что пришел из-за страха ночью, другие говорят, что это не было связано со страхом, а на самом деле и в те времена, в летнее время, да и сейчас в основном в гости ходят, как ночью, потому что днем это просто пекло невыносимое, значит, и обычно отсыпаются ноги днем как раз и ночной образ жизни. Вот я как раз летом был в Израиле, один раз только был в Израиле летом, минус 50 теней, теней нигде нету, значит, там, значит, ну, реально пекло, вот. Вот, значит, и, знаете ли, значит, а магазины некоторые работают, лавки некоторые открыты, конечно, в Иерусалиме, допустим, ну, наше время, но как только вечереет, весь город оживает. Народу, все магазины открыты сразу, вечером все открываются, всю ночь гудешь, туристы, народ ходят, значит, там, в гости, да, ну, утром еще нормально еще, но ближе к обеду уже все, город вымирает. То есть, так только отдельная группа зевак, экстремистов, всяких полицейских солдат ходят, а так, в общем-то, знаете ли, да, там старичок какой-то на Бен Ладена похож был ходил, то есть, я не знаю, ну, такой уж, всякий народ там ходит, русских полно, да. Никаким тайный ученик. Есть такое мнение, да, но, не, в Писании говорится, да, но то, что он приходил, приходил вот таким образом, ради тайны, ради страха, ну, под вопросом, возможно, да, а возможно, это было просто связано, ну, ночью пришел. Вот, потому что прийти, значит, на беседу, тем более тогда еще, вот, о том времени, о котором говорит 3 глава Иоанна, это было нормально. Уже после 11 главы Иоанна это был уже криминал. Прийти к Иисусу на беседу, потому что, когда уже Иисус уже был, по сути, приговорен с системой к смерти. Так вот, и Никодим в 3 главе Иоанна, он, значит, сказал, что мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. То есть, он не только за себя расписался, а и за кого-то еще там, за религиозников других. Их, он расписался, что мы знаем, ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Богом. Но Иисус прервал его, конечно, вот, довольно резко, вот, и стал говорить о необходимости духовного возрождения. Вот, и, то есть, его похвалы эти, они не подкупили. Вот, и он говорил правду, истинно. Вот, значит, но, дело в том, что, когда Иисус воскресил Лазаря, вот, 11 глава Иоанна, то он уже, ну, подписал себе смертный приговор, по сути. Ну, так и есть, потому что система религиозная решила убить его. Из одной Лазаря, вообще. Потому что ради него тоже многие уверовали. Вот, и, знаете, почему, кстати, кто знает, почему, вот, система, именно, другие чудеса прощались с Иисусом еще, но воскрешение Лазаря не могли простить ему Бога. Почему это? Вот, интересный вопрос такой, да. Потому что Иисус, видите, помните, да, он, как бы, спешил, но не торопясь, да? Вроде, как бы, значит, вроде и да, но, как бы, не торопился. Выжидал чего-то. А чего ж выжидал? Интересно, если бы он пришел пораньше чуть, и в первых три дня, да, хотя бы после смерти Лазаря, и воскресил друга своего, то он бы не вышел за периметр, вот, и, как бы, и система его бы, ну, как бы, не решалась бы дальше убивать, убить. Вот, система бы его все-таки еще терпела бы. Но, так как он три дня уже выждал и пришел на четвертый день, то есть он поломал всю еврейскую теологию, понимаете ли, всю систему. Потому что до сих пор в иудаизме считается, что лишь первых три дня они возможны для возвращения души в тело, значит, для воскрешения, как такового. Но после, после течения третьего дня, согласно и современной теологии разных школ, вот, и тогдашней, очень жесткая система религиозная тогдашней, после третьего дня невозможно воскрешение из мертвых. Все. Судаки и вообще не верили, но фарисеи и основная часть народа Божьего тогдашнего верили в воскресение, но в последний день, в последний самый день будет воскресение. Так же и Марфа, и Мария, так же они сказали, эту же веру разделяли, что да, будет воскреснет наш брат, знаю, но если бы был бы здесь, не умер бы наш брат. Вот, значит, но сейчас уже все, ну, как говорится, поздно пить в ржоме, уже все, уже невозможно. Иисус опоздал, и Марфа, и Мария расстроены, народ плачет. Значит, знаете, интересная такая история, очень интересная. И Иисус, он даже благодарит Бога, что его не было там. Иисус благодарит Бога, что он идет разбудить Лазаря. Интересно, это очень хороший, сильный образ, конечно. И вот Иисус воскресил друга в четвертый день, когда уже смердило тело, значит, оно и раньше смердило, но четвертый день, знаете ли, когда вся система религиозная отказывается верить в воскресение, а он сказал, что я есть им воскресение и жизнь. Верующий меня, если умрет, оживет. И он идет и воскрешает друга своего Лазаря. Вот, и понимаете ли, система до того момента еще терпела его. Но это была точка невозврата. То есть надо было либо менять все наше учение, и смиряться, и какую-то новую форму искать, что ли получается, новые доктрины там, я не знаю, но... Либо просто убить этого пророка, убить сына Божьего. И завладеть виноградником. Как и сделали, к сожалению. И до сих пор бандитски владеют религиозно-мафиозная структура отступнического иудаизма. Бандитски владеют большей частью еврейского народа. Вот, это незаконный захват виноградника Божьего. То, что тогда произошло, 20 лет назад, это очень серьезно. До сих пор это, ну, главная проблема в Израиле, главная проблема в народе израильском и вообще на этой земле. Хотя, с другой стороны, через вот это вот преступление религиозной системы, мы знаем, что Бог даже этого блага каким-то образом стал в человеческой истории использовать, открывая самый широкий доступ к престолу Отца Небесного всех народов этой земли. Всех народов. Всех-всех-всех. Кошерных, не кошерных. Доктринальных, недоктринальных, религиозных, нерелигиозных. Всех-всех-всех. Вот, и это удивительный промысел Бога вообще, удивительнейший. Но те фарисеи, те религиозные люди, которые все это слышали, я так представляю ту интонацию, с которой Иисус говорил, потому что даже важна была, наверное, еще интонация как раз. Там было понятно, что Он говорит о них. Вот, и знаете, друзья, то, что тогда произошло, вот этот захват виноградника, что сделает хозяин виноградника? Отдаст виноградник другим. Интересно. Здесь идет, есть такое слово еще есть, интересно. 43 стих. Отнимется от вас царство Божье. 43 стих, 21. И дано будет народу, приносящему плоды Его. И себя здесь Иисус, Он сравнит опять-таки с этим камнем, да, который отвергли строители, который главой угла, стал, действительно стал главой угла. И на которого камень упадет, Он раздавит его, да, на кого? Кто упадет на этот камень и разобьется. До сих пор, друзья, прошло два тысячелетия, до сих пор Иисус, камень соблазна, на который разбиваются, и который просто раздавляет людей. Действительно, порой единственный, как бы, ну, законный Божий, блин, путь, это избрать этот камень основанием своей жизни, фундаментом, драгоценностью своей. Как Иисус говорит, что вот та, то сокровище, которое на поле, да, и от радости идет все просто вообще, оставляет все, продает вообще, покупает это поле вообще. Та жемчужина, Он ищет драгоценный, вот нашел ту драгоценную, мечтая всей его жизни вообще. Коллекционеры это очень сильно понимают. Вот Он дрожит над этой находкой своей, Он все вообще, оставляет все, продает вот это, чем чужина берет в себе. Вот, действительно, это так. Иисус, Он есть самая драгоценность, величайшая вообще во всей вселенной этой. Вот, и те, кто отвергают Его, делают это сознательно, это самые несчастные люди, раздавленные или разбитые. Вот, и, ну, выход есть только один, покаяться, вернуться к Богу. И Царство Божье, вот, Божья Экклезия отнимается, да, и передается. То есть, каким-то образом, я не знаю, это тайна, как она отнимается, как она передается. Вот, ну, примерно мы увидели кое-что, да, вот, на прошлом. Вот, значит, вот та система жертвоприношения, допустим, да, система религиозная, она была слажена, веками уже слажена, работала как часы. Священники из поколения в поколение приносили эти жертвы, они все прекрасно знали, отработано было все до мелочей, и они совершали это служение. Царство Божье, да, значит, да, это так и есть. Но, вот эти последние десятилетия явно показали этого храма, что Царство Божье отнято было и передано нам. Удивительно, вот такая история Божьей Экклезии и приносящей плоды, что Бог хочет убедить от виноградарей, от нас приносить плоды, и тем самым прославиться, мы знаем, Отец наш, Небесный. Аминь. Хотелось, спроси, что ли? Да, да, получается, образ просто Царства Божьего, какие-то, ну, написано, что Царство Божье внутри нас, и получается, что-то внутреннее это передается. Да, ну, в первую очередь, все проблемы вначале, они невидимы, потом видимы. Все ходит корнями туда, вглубь. Знаете, в послании к евреям, вот я на память приведу, послание к евреям начинается с таких слов интересных вообще, вот первая глава, она такую картину, удивительную картину раскрывает нам, вообще все послание к евреям, оно, по сути, раскрывает личность, да, у вас обзор, если мы делаем Нового Завета, то послание к евреям именно, оно раскрывает личность Иисуса как первосвященника, как ходатай Нового Завета, первосвященника великого, вошедшего во Святое Святых, вот как бы это, ну, самое главное, не знаю, послание этой главы, вообще этого послания, самый главный посыл этого послания. Вот, значит, и в первой главе рассказывается удивительная история, то есть, для нас, живущих в этом временном мире, и временном, да, тайна раскрывается, по сути, когда Отец вводил первородного во Вселенную, и говорил, и да поклонятся Ему все ангелы Божьи. То есть, получается, как это, трудно представить, просто-напросто, чтобы миры ангельские, какие были, ну, это, я понимаю, еще до создания нас, до создания этого мира, вот, получается, что миры ангельские тоже однажды пережили такой стресс. Миры ангельские тоже были, как бы, испытаны, опробованы, и камень соблазна, и претновения, и в том мире ангельском он действительно однажды стал камнем претновения соблазна. И Иисус, и там он стал, вот, как бы, лакмус и бумажечкой, проверяющей нутро ангельское, вот, по сути, как и в мире человеческом 20 лет назад повторилась история. Так вот, и, представьте, вот, служение ангелов, да, значит, они все славят Бога, и у них собрание прекрасное, и каждое собрание, они восхищаются, все прекрасно, и вдруг занавес, и Бог говорит, вот, аплодисменты ангелов, всех миров этих ангельских, у нас сегодня необычное служение, все, аллилуйя, у нас всегда необычное служение, всегда классно. Я вам хочу сегодня показать моего сына, единородного, как, от кого, где, почему, мы не знали вообще даже, каким-то образом Бог скрыл от ангелов, как и от мира человеческого, ну, гадательно, может быть, был намек, и больше того, занавес, и выходит Сын Божий на сцену, и голос Бога прозвучал, и поклонятся Ему, поклонятся Ему все ангелы Божьи, как мне поклоняйтесь, поклоняйтесь Ему, хо, теология ангельская, трещала по шлам, я представляю, ну, первым бросил гитару лидер прославления, у него сдали нервы у первого, как так, а я было думал, и вообще, как бы, когда говорится о сцене Божьем, ну, короче, одним словом, все, кто со мной тот герой, в эту церковь больше мы не ногой, он израильканин, начинаем, да, начинаем свое служение отдельно, здесь уже все, отступление какое-то, здесь уже неправильная теология, вообще неправильное подключение, вот, кто со мной тот герой, ну, примерно треть церкви покинула собрание, Бог, конечно, сказал, и оставшимся, не хотите ли вы, как бы, если что, без обид, ну, слава Богу, взял микрофон, Михаэль, кто, как Бог наш, вот, и, в общем-то, две трети оказались умными ангелами, вот, они сказали, да, пусть это очень сильно противоречит нашей уже устоявшейся ангельской теологии, и представлением, но мы сделаем так, как Бог сказал, и поклонились Сыну Божьему, единородному, я так понимаю, что вот Иисус однажды стал водоразделом в этом мире ангельском, и знаете, от века закланы, я не знаю, что там дальше происходило, но мы можем лишь догадываться вообще, что в этом мире ангельском, в этих мирах ангельских произошло, мы узнаем все тайны только лишь на небесах уже, но я знаю одно, что Иисус там произвел такой хрур, и я знаю, что те ангелы, что не прошли опробование на Иисусе, у них проблемы, и они начались тогда, еще в вечности, и в этом время, то есть война эта началась еще задолго до нашего мира, я так понимаю, это противостояние, знаете, вот два тысячелетия назад, примерно то же самое в мире человечества произошло, примерно то же самое, в мире людей, народ Божий, имеющий свою теологию, ко времени прихода Машеха, уже многие школы иудаизма функционировали, кстати, даже в Палмуде, интересно, есть такое свидетельство интересное, меня оно очень сильно впечатлило, там говорится, что вот эти последние поколения, перед разрушением храма, вот до 70-го года, вот накануне разрушения храма, последние поколения Израиля, еврейского народа, были самые религиозно грамотные за всю историю Израиля, то есть даже по уровню религиозной грамотности и прошлое поколение, и потом, которые были, не могут сравниться, и это не один источник даже утверждает, интересно очень даже, и то есть религиозно грамотные, даже простые рыбаки, они в принципе не были простаками, в теологии будем так говорить, профанами, но самое интересное, что то, что тогда произошло, да, конечно, многие священников тоже покорились вере, слава Богу, конечно, слава Богу, что и священство покорились, и фарисеев уверовавшие тоже, ревнители закора многие уверовали, да, хорошо, но основная часть религиозно-мафиозная структура так и осталась при своем, при своем, знаете, даже когда, это самые, считаю, самые страшные грешники на земле, это священники, самые страшные, потому что так, как священники согрешат, никто не догадается согрешить даже, представьте, когда, вот пример, иллюстрация, когда к священникам, к этим священству пришли, невольные очевидцы воскресения Христова, помните, да, охрана, стража, никак не заинтересованы, наоборот, знаете ли, значит, но они рассказали, что действительно Иисус, Он воистину воскрес, на самом деле, они были следителями этого воскресения, и что сделали религиозные мафиозники, они не сказали там, воистину воскрес, Да, никому не говорите. Нет, молчите вообще, никому не говорите, слушайте, и даже денег дали, ну, а наверху-то узнают, мы решили, ну, и там за, мы решили. Короче, что нельзя сделать за деньги, за большие деньги можно разобрать наверху. То есть, вот принцип, вот, он такой, религиозной структуры, вот, и, к сожалению, знаете, вот, действительно, как и в мире ангельском, да, мы знаем, что, ну, можем предполагать, опять-таки, ангелология, это отдельная наука, это очень сложная наука, потому что имеем дело с, с теми существами, которых большинство людей не видело, подавляющее большинство людей даже, как бы, и не имеет представления об этих ангелах, но те, кто видели, честно говоря, рассказать об этом почти невозможно. То есть, это совершенно иной мир, вот, иное измерение, божественное измерение, более реальный мир, чем этот мир, в котором мы сейчас живем, временной или временной этот мир, но, но, с другой стороны, эта наука, она помогает нам кое-что в чем разобраться, самое интересное, не в ангельских мирах, а в нашем мире. Вот, и для меня, вот этот пример, вот, вышеназванный, это как раз, самое важное, что Иисус есть Господь, над всеми мирами, над всеми мирами, и Он действительно пришел, и в тот мир, вторгся, как бы, ну, по воле Отца, конечно, вторгся в тот мир ангельских, ангельских этих миров, вот, и там, произошло разделение, и будем так говорить, зерна от плевел, очень быстро просеялись, в человеческий мир, Сын Божий тоже вторгся, по велению Отца, по Его воле, и тоже произвел разделение, и до сих пор производят, но, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, спасается, что, как вот, есть исповедание веры, да, вот, апостольский, вот, есть апостольский символ веры, который, вот, мы обычно называем, в церквях, это та молитва, да, вот, то исповедание, которое было записано еще в 3-4 веках, но приписываем еще апостолам ученика, ученикам Иисуса, но, на самом деле, исповедание веры, символ веры апостольский, он в деяниях очень четко выражен, в 4 главе, где сказано, что нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, я это называю, действительно, не лже, а настоящим, апостольским, исповеданием веры, символом веры, они с этим символом веры прошли всю огромную Римскую империю, с этим символом веры, они основывали церкви, они совершали чудеса, с этим исповеданием веры, вот, знаете, действительно, если говорить, что такое христианство, для меня это, говорю, сам Иисус Христос, все, для меня это сам Иисус Христос, не эти динаминационные, кондициональные вещи, обряды, традиции могут быть различными, и они время от времени меняются в церквях, вот, какие-то уходят в истории, в прошлое, какие-то новые рождаются формы, но неизменным является лишь одно христианство, это сам Иисус Христос, это тот, кто является и Альфой, и Омегой, и началом, и концом, и первым, и последним, царем царствующим, Господом господствующим, и пред Ним Бог дал Ему имя, превыше всякого имени, да по предыменем Иисуса Христа всякое колено ставилось, это таинство, которое уму нашему человеческому еще не постижимое, за два тысячелетия мы, ну, может быть, на маленький шажочек лишь приблизились, понимали этого таинства, небесных, земных, и преисподних. Мы знаем, но, Божьей счастью, ничего не знаем еще, но мы знаем, что действительно Иисус Господь во славу Бога Отца, аминь. Я знаю, у Бога есть совершенно план, в человечественном сегодняшнем мире, ну, будем так говорить, эпицентр этого духовного сражения, здесь, сейчас. Когда-то он был в мире ангельским, эпицентр этого сражения, теперь этот эпицентр сражения, он здесь. И те отпадшие, которые отпали в ангельских мирах, во главе со своим лидером Сатан, на еврейском, противный, противный, или противящийся, вообще, Сатан. Ну, у нас обычно Сатана говорят, а так Сатан. Так вот, Сатан, его, будем договорить, устремление в Новом Завете очень четко выражено, да, что украсть, убить и погубить. Вот, и он есть лжец, и отец лжи. Как Бог истины есть отец слова истинного, живого, Сатан есть отец лжи. И он есть человек, убийца от начала. То есть, человеческое существо, как таковое, вот, рожденное, еще 5779 лет назад, наш пра-пра-пращур, пра-отец Адам, рожденный, тогда, созданный Богом, на этой земле, он уже в самом своем рождении вызывал лютую ненависть этих отпадших. Вот, и потому он назван человек-убийцей от начала. То есть, его хлебом никогда не дай убить человека. И дело в том, что люди, многие воскрепления, я порой тоже, касательно апологетики тоже, и как проповедовать людям, сатанистам, даже людям, которые думают, что они служат дьяволу. Несчастные, запутавшиеся люди есть такие, встречают таких, и в Киеве в том числе. Вот, есть шоу сатанизм такой, в такой, в легкой форме, вот, просто тусовки. А есть посвященные люди, вот, я имел возможность некоторым проповедовать людям, которые именно посвященные, включая даже человеческие жертвопоношения, посвященные. Не просто даже животных, кошек на спинах, там, собак, есть ли такие, встречал таких, но даже встречал таких, которые признавали, что людей приносили жертвы. Допустим, вот был случай в Тульской области, но об этом особенно не говорят, об этих случаях вообще особо, даже милиция прокуратуры особенно не распространяются. Даже в новостях обычно всякие ужасы показывают, но вот эти вещи обычно не показывают, потому что это показывает о другой еще подводной жизни общества, которое я так не на виду, не на слуху. Допустим, допустим, был случай в Тульской области не так давно, когда группа молодежи, при том молодежь все из благополучных семей, обеспеченных материально, богатых, будем так, выше средних семей, старшеклассники поехали, приехали к одной девушке, их однокласснице, и попросили ее тоже покататься, предложили покататься. А привезли ее на жертвоприношение и распяли ее, имитируя распятие Иисуса Христа. Когда обнаружили тело девушки, она была распята там, где кладбище у них, в позе Иисуса Христа, с гвоздями, с церновым венцом, пробитый бок был. То есть, они полностью перед тем крестали, они имитировали распятие Иисуса Христа. Когда на суд детском спросили их, почему они так сделали, они сказали, что она в классе была единственная девственница. И вот по их религии они приезжали старшие братья ихние, которые посвящены, и они приняли решение распять, принести жертву этому своему богу, сатане, свою одноклассницу. И другие случаи есть, детей, жертвоприношения. В Удмуртии я общался с людьми, которые раньше сами эти вещи делали, убивали детей, жертву, проносили. Детей маленьких в смысле вообще. Это в наши дни, это годы, последние годы, шаманизм и сатанизм такого уровня. То есть есть такой город Эгра, Игра называется в Удмуртии. Север Удмуртии, я там бывал не раз, проповедовал Слово Божье. И приходили сестры, некоторые, они со слезами на глазах, Удмуртии эти рассказывали, как они убивали детей, но они в Невежеской совершали это. А некоторые не раскаиваются, власти закрывают глаза на это, но есть ритуальные убийства на самом деле в наши дни. Не только там в древности какие-то были, знаете, в наши дни. Но тех людей, которых дьявол использует в своем царстве, казалось бы, в своих целях, он их и ненавидит в большей степени. Ненависть это характеристика царства тьмы, но царство Христа, царство Божье, характеристика царства Божьего это любовь, мир и радость. Погубки с тобой. И вот скажу, что человеческое сообщество, конечно, если брать вообще как гомо сапиенс на этой земле, вот, конечно, под пристальным вниманием миров ангельских. Под пристальным вниманием. Каждый шаббат, вот пятницу вечером, даже если мы отмечаем, да, то мы поем приветствие ангелам. Есть, конечно, другая крайность, это молиться ангелам непосредственно, но вот эта песня, думаю, знакомая вам, да? Шалом Алейхем Малахей Ашахем Малахей Акадош Баруку Мы приветствуем вас, ангелы Господни, посланники Всевышнего. А дальше говорится, пребывайте с нами или между нас с миром ангелы Господни, посланники Всевышнего. А в конце завершения там, ну и уходите тоже с миром ангелы Господни, посланники Всевышнего. Тоже очень интересно. У меня был опыт такой интересный вот в это воскресенье. Я приехал пораньше и приехал самый первый в арендованное наше помещение Накловское. Вот, никого нету, стульчики расставлены, все уже. Ну там у них мероприятие какое-то, общество слепых проводило. Ну как бы все расставлено, ну пусть, пускай так и будет. Как у них было, так и у нас будут пускай. Не будем переставлять ничего, так же будем, проведем служение. Может они что-то еще потом будут проводить, мало ли, чтобы не нарушать их устав. Вот, и думаю, надо помолиться, потому что сейчас перед собранием никого нету. А потом я узнал, что Алексей Иванович благочленный наш должен был приехать, но он, к сожалению, поработил, не смог приехать вообще. Но, и вот здесь маленькое чудо произошло. Маленькое, но очень приятное. Представляете, я, думаю, сейчас, один буду молиться перед собранием. И, вот, ну там сотни, сколько там, не знаю, там стульчика так расставлены, так вот. Я, значит, сзади стою, и вдруг, я понимаю, что есть ангел, значит, Господний. На всеми, и меня шарж дух захватило, думаю, вот это да. Я их не видел глазами, но они как бы так представились, как вот прозрачно, непрозрачно, но вот везде, и они все на меня оборачиваются. Я такой, говорю, давайте англо ставьте Бога, давайте вместе прославим. И они встают. Я так, с таким замиранием выхожу, знаете, не каждый раз перед собранием с таким замиранием выхожу, а перед пустым залом. И поднимаю руки, и молюсь, и понимаю, что они тоже молятся сейчас. Славят Бога Всевышнего. Никто не пришел, но с утра, не было никого. Потом люди стали приходить, а потом сестры приходят, братья, некоторые говорят, а здесь как будто служение идет. Я говорю, вы никого не видите? Я говорю, я тоже сейчас не вижу, но здесь ангелов много сейчас. Вот реально. Я это, ну, какими-то другими глазами, какими-то другими глазами увидел. То есть вот не вот этими, не физическими глазами. Духовно. Удивительно. Но настолько ярко, настолько четко, они оборачивались, к ним смотрели, некоторые поднимались, так вот, вот такой, вот это да. А думаю, да. Недаром люди говорят точно, что ангелы Всевышнего так вот. Не, ну, просто я вообще, я, честно говоря, я, да, это тоже самое. Там один человек приезжал ко мне, значит, он сказал, что должен был меня убить, но я, говорит, не могу это сделать. И он открывался квояж, я думал, может быть, псих какой-то, мало ли, священник тоже всякие люди приходят. Вот, может он просто, ну, так, знаете, попугать, ляпнуть что-то. А он открывается квояж, видимо, он понял, что я засомневался в его, как бы, словах, как бы, вот, ну, он серьезный человек, ему там, ну, как бы, предпенсионного возраста, но видно, что он, как бы, ну, человек такой, как бы, серьезный. Вот, ну, когда встречаешься с серьезным людьми, понимаешь, то, что говорит, он это делает. Ну, открывается квояж такой, свой кожаный какой-то, а там, да, обрез, бежит в двух столках, патроны, значит, нож такой, ну, серьезный такой, вот, вот, значит, потом закрывать, но я, говорит, не могу это сделать. И он весь бледнеет, потеет весь, так вот, вот, и потом резко встает, я даже испугаться не успел, честно говоря. Это потом я только сообразил, насколько все серьезно было. Вот, и он быстрым шагом уходит, а я провожаю потом, значит, уже из окна, смотри там, быстрым, 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 ну, не бегом, но так, быстрым, быстрым шагом. Но меня, что потом еще удивило, вот его взгляд, я поймал еще взгляд его, знаете, вот, не на меня даже, а как бы вот, ну, как обычно делают, отвлекающие маневры, чтобы посмотреть, чтобы вроде бы отвлечь человека, да, нанести удар там, или что-то, вот, а здесь он вроде как смотрит, но испугался. Я потом, когда он ушел уже, я смотрю, там никого нет вообще там, вот у него, как будто он испугался кого-то, притом так сильно. И у меня потом, я молюсь потом, молюсь в духе, и четкое понимание, что он видел ангела. В какой форме и в каком виде, я не знаю вообще, но он видел ангела, он что-то видел, в своем понимании, да, что там страшное, чего он испугался, но это был ангел Господь, и он видел это. Но еще до того, как он увидел это, он признался в том, что он должен был убить меня, в тот день, но он не может это сделать. Почему он, я уже думаю, потом я бы его проспросил бы, что такое, это мне кажется, но тогда было не до этого совершенно, и он, значит, ушел. Пойдемте обедать уже. Да, друзья, и давайте помолимся тоже, да, значит, и благословлю вас. Спасибо. Оль сейчас вот такой у нас даже, такая эквизиология, даже ангельская, соприкасается с ангелологией. Спасибо тебе, Господь. Ты называешь ангелами церквей, Господь, своих служителей, и нас сейчас ты называешь ангелами, Господь, всемогущий, святой, потому что это все твое творение, и ты любишь, Господь, и ангелов, и человеков, и весь этот мир, Господь, ты любишь тварный, потому что ты создал, Господь, Твоей рукой, Боже, Твоей мудростью, Твоей премудростью. Боже, благослови нас, Господь. Ты создал человека, действительно, не просто как разумное существо в этом мире, ты создал по образу подобия своему, пусть этот образ и подобие в нас раскрываются через откровение сынов твоих, через откровение Господь, Сына Божьего Иисуса Христа, Божьего в нас и через нас, во имя Иисуса Христа. Благослови народ своим миром. Амин. Ангелы Твои служат народу Твоему, Господь. Благослови Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя, Господь, святым лицом Своим, и помилуй Тебя, да обратит Господь лицо Свое на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа, Боже, пусть наши глаза, Духа, глаза души, глаза внутренние, эти будут открыты, Господь, на то, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире, кто с нами, больше тех, кто против нас. Боже, Твои колесницы Израиля, Твои, Господи, Боже, действительно победоносные эти, Боже, удивительные армии, Боже, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, даже на Голгофском Христе, умирая, Сын Твой взывал к Тебе, Боже, и множество аргелов, но не готовы по команде Твоей приступить к зачистке земли, но Господь, до последнего, Иисус, умирая на Христе, прощал, любил, взывал, и воскликнул, совершилось. На удивление и ангелам, и человекам, совершилось искупление рода человеческого. Благодарю Тебя за Твою божественную экрезию, за Церковь Бога Живого, которая есть стол и утверждение истины. И пусть благодать Господу нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. 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 Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Господь сказал, поставить безопасность и того, кого ловить хотят. Аминь.